Известная телеведущая, актриса, продюсер подверглась жестокому насилию со стороны мужа. На большие экраны вышел твой фильм «Бақыт о домашнем насилии». В 21 году погибло 59 женщин. Домашнее насилие у нас практически в каждой семье. Криминализация этого закона остановит проблему? Я думаю, да. Когда ты полноценно почувствовала, что ты все, ты снова таба-яма? Меня спасла любовь. Мне Турсен всегда говорила, мы хотели быть вместе, мы вместе. Я потеряла практически все. Меня многие артисты бросили именно в этот момент. Это было очень больно. 16 февраля на большие экраны вышел твой фильм, долгожданный фильм «Бақыт о домашнем насилии». Ты снимала его два года назад. Да, в 20 году. В пандемии, прям в самый разгар. Расскажи, как проходили съемки и как вообще появилась эта идея? Я долгое время задавалась вопросом, почему я выжила? Реально меня этот вопрос волновал. Я думаю, ну ничего не происходит. Я зачем-то выжила. Хотя, ну я не знаю, у меня может шансов было, не знаю, 10% может быть. И почему-то меня Всевышний оставил на этой земле. Я часто задавалась вопросом, более-менее, когда пришла в себя, думаю, вот зачем ты родилась вообще? Зачем ты второй раз получила шанс на эту жизнь? И как-то утром я проснулась с мыслью, что мне надо снять фильм. Мне надо снять фильм о бытовом насилии. Не отвечая на этот вопрос, зачем. И через полчаса я уже позвонила Аскару и сказала, Аскар, у меня есть идея, я хочу снять фильм. И я хочу его снять для того, чтобы показать его миру прежде всего. Потому что, ну как у нас нет пророка в своем отечестве, говорят, его бы, наверное, никогда бы не признали здесь. Если бы его не признали там, где его уже признали, на самых высоких подмостках киноиндустрии. И я это знала. Я знала, что эта проблема не только казахстанская. Я знаю, что проблема эта, она касается всей Земли, всех женщин на планете. И я подумала, что, наверное, это то, к чему мне надо идти. Вот вечером мы встретились, попили чай. Он сказал, мне очень нравится идея, мы должны это сделать, мы уже готовы, нам это нужно. Я уже готов как режиссер, ты уже готова как продюсер. И на следующий день, это было просто до смешного, на следующий день, еще суток не прошло, он ко мне звонит, Аскар и говорит, Боян, давай встретимся, у нас готов сценарий. У меня нет денег на этот фильм, просто идея. У меня первая мысль, где я возьму деньги на это, потому что я не готова была финансово. Он сказал, сценарий уже готов, мы можем через месяц приступать. Я говорю, Аскарик, ну как-то, конечно, давай встретимся, но я не готова через месяц. Я думала, не знаю, месяцев пять это займет написание, идея. И он меня познакомил со сценаристом, со сценаристкой Асем Жапишевой. И они уже мне показали практически развернутый синопсис этой истории. Меня поразила сразу, меня поразила сразу история с молотком. Я сказала, вы, ребят, с ума сошли, что это вообще? Асем сказала, что это история из частной жизни казахстанской женщины. Это реальная история, поэтому как бы, почему мы должны это скрывать? Это страшная история с молотком. Я сказала, ну окей, это точно реальная история. Я вообще хотела, чтобы это была какая-то сумма, да, чтобы была собранная история, чтобы одна женщина олицетворяла проблему всех женщин, которые подвергаются домашнему насилию. Мы, собственно, к этому и шли. Потом мы дополняли, дописывали, но сам синопсис был написан. И мне дали буквально месяца, наверное, месяц-полтора, и мы начали снимать. И знаешь, я подключила весь свой ресурс. И знаешь, я женщина нерасторопная. Это тыл у нас, знаешь, такая батарейка. И я понимала, что нет никаких шансов, что мне нужны деньги, и мне их нужно где-то взять, и очень быстро. Первое, что я придумала, это краудфандинг. Я почему-то была уверена, что я процентов 30 соберу, хотя бы, чтобы начать этот фильм. Но не получилось. Люди у нас почему-то не верили в успех этой картины. Они говорили, кому это нужно, зачем это нужно. Ну и покажете вы это кино, ну и зачем. Мы в итоге собрали где-то 5 миллионов. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто присоединился к краудфандингу. Люди присылали даже 200 тенге, даже 98 тенге. То есть суммы были разные. И я понимала, что 5 миллионов – это один съемочный день. Мы даже не смогли бы начать. Затем мне помог мой друг из Турции. Он прислал еще 4 миллиона. И вот у нас было 10 миллионов. И я понимала, что ну все, ну нет шансов. Актрисы не могли, все отказывались, потому что там почему-то все пугались, что грудь оголенная. Фильм начинается с оголенной груди. И все актрисы сказали, ну все что угодно, но только не оголенная грудь. И за 3 дня из 8 претенденток я уже думала, ну наверное мне придется сыграть. Я Оскару сказала, ну если прям все отказываются, Оскар, я не могу дать назад. Ну наверное мне придется пережить эту историю. Как бы я готова. Он сказал, ну ты готова. Я сказала, ну мне отступать некуда. И вот за 3 дня вот Лаура, наша актриса, которая блистательно сыграла эту роль, она отдала согласие. Она из Казахстана? Она из Казахстана, да. У нас было 8 или 9 даже претендентов, которые были в шоке от этой роли. Говорили, это моя роль, я всю жизнь ее ждала. Это же, это наконец-то мы будем играть. Первый кадр всех останавливал. Первый кадр всех останавливал. Они, наверное, даже и не читали потом сценарий, потому что первый кадр это оголенная грудь, где женщина оголяет, снимает халат домашний и видит свое израненное тело, избитое мужем. Они сказали все, что угодно, но только не голая грудь. Ну, как бы, даже я уже была готова на эту роль, потому что, ну как бы, раз уж взялась, надо закончить. Ну вот, наверное, все звезды сложились так, как сложились, и я очень рада, что эту роль сыграла Лаура. Айелдердің көпшілігі қалай бақытты болсам деп ойлайды. Біздің компанияның басты мақсаты сізге оны табуға көмектесе ол. Бастамас бұрын барлықтарыңызы көзеріңізі жұмуды сұрайбы. Корқпанызар, қорқатын ештеге жоқ, кызар. Енді, кызар, кім өзін бақытты болуға лайықтып санайды. Краунфандинг. Сбор денег на этот фильм был собрано всего 5 миллионов, да, там, благодаря Инстаграму. Как ты думаешь, почему люди охотно готовы жертвовать деньги на различные сборы, да? Но именно на эту тему как-то люди, скажем, осторожничают, да? Люди стараются избегать этой темы. Абсолютно, потому что легче всего избежать правды. Труднее всего, да? Или легче всего в данном случае. Люди не хотят признавать, что эта проблема существует. И я знала, что ни один мужчина не даст мне денег на этот фильм. В итоге дал мой муж, он помог мне, конечно. Мы вместе. Но мужчина, когда я приходила к мужчинам и говорила вот такой, он говорит, ой, Баян, снимай свои комедии, ну, снимай свои комедии, ну, куда ты лезешь, ну, зачем, зачем оголять это, зачем, ну, и так плохо, и так серо в жизни, и так все не так хорошо, как хотелось бы. Ты еще вот эту проблему хочешь. Я говорю, да, я хочу. И вот наша вот эта пресловутая казаться, но не быть, это же, ну, как флагман наш, да? Мы же все хотим казаться, что мы хорошие, что у нас все хорошо, что в семье у нас все хорошо, что у нас все замуж выходят девственницами, что у нас нет ранних абортов, что у нас в детдомах дети только не казахские. И на самом деле все наоборот. И ранние аборты – это казашки, и половая безграмотность – это казашки. А знаете почему? Ну, ты знаешь почему, Динара, да? Потому что нам стыдно сказать, что есть вот это, есть вот это, что нужно предохраняться, что нужно вот так жить, что это правильно, что это неправильно. У нас все, у нас нет этой проблемы, у нас ее не существует. Поэтому у нас такая жесткая, катастрофическая статистика по всем параметрам касательно абортов, смертей, избиения и так далее. Это страшно. В 2017 году, вот у меня есть официальная статистика, в семьях были убиты 28 женщин в 2017 году. Именно в этот год у нас декриминализировали статью за домашнее насилие. То есть у нас нет уголовной ответственности до сих пор. В 2021 году погибло 59 женщин. Если бы ты сама не столкнулась с этим, ты бы вообще задумалась об этом? Ты раньше это замечала или нет? Нет, нет, не замечала. Да, убили женщину, о, как жалко. Господи, что за изверг, да? Ну да. Но когда это тебя лично не касается, наверное, это всегда, ну это человеческая натура. И, наверное, вот Бог послал мне эту проблему, наверное, именно мне послал эту проблему для того, чтобы мы обратили на это внимание. И это страшно, когда я лежала в больнице, и ни один кризисный центр, ни одна организация, никто этим не интересовался. Нет, я не жалею себя. Но если в такой ситуации оказалась одна из самых известных женщин в стране, да, и никто ничего не сделал, никто не стал бить в барабан и сказать, давайте решать эту проблему, то что делать с женщинами, которых каждый день убивают? Барлығы да ось кердем. Сезде ось кереласыз. Мен сияқты. Бақыт деген не? Солуын. Жақындарыңыз бен жақсы қарым қатмас. Ал мүмкін ақшан шығар. Ишіміздегі бақыт сезмі? Бақыт деген мес. Осының барлығының қосындысы. Және мен сізге қалай бақытты болудың тіпеңсін ашан қызар. Бұл өмірде орында алмайтын арман жоқ, қызар. Біз барлық айелдерді біріктіріп, оларға күш беріп, бақытты болуды өрекеңіз. Бақыт деген мес. Бақыт драма, да, то об этом бы сейчас там кричали все паблики, все новостные сайты, да, все журналисты там брали бы интервью на эту тему. Но вот в целом в информационном поле я не вижу особой поддержки. Потому что что поддерживать? Домашнее насилие в Казахстане, что ли? Я прекрасно понимаю, гордиться нечем. И в фильме показана обычная наша среднестатистическая семья, коих у нас на каждом шагу. И я думаю, что люди, которые придут в кинотеатры, они сами на себя посмотрят, потому что домашнее насилие у нас практически в каждой семье. К сожалению, это так. Ты можешь говорить, что, о, это меня не касается, у меня этого нет. Да, возможно. Да, возможно, может где-то 2 или 3 из 10. До определенного момента, да? До определенного момента. Это коснется твоей сестры или твоей матери, или твоей дочери, или там соседки. Да, это всегда кого-то касается. И вот ты правильно сказала, почему у нас до сих пор не криминализируют этот закон. Потому что мы будем сажать своих братьев, своих отцов, своих сыновей. Ну, это правда. И поэтому, наверное, до сих пор у нас нет адекватного наказания за домашнее насилие. А как ты думаешь сама, если вернут уголовную ответственность, вот криминализация этого закона, она остановит проблему? Я думаю, да, конечно. Конечно, остановит. Но я думаю, что у нас мест в тюрьмах не хватит на насильников. Ты знаешь, Динар, сколько после этого ко мне подошло моих подруг, моих родственников, о которых я даже не догадывалась, что они подвергаются домашнему насилию. И они мне признались. Ты знаешь, Баян, после твоего случая я предприняла меры, потому что я тоже жертва домашнего насилия. И ты тоже, и ты тоже жертва, и я тоже, и ты тоже. Вот это было, понимаешь? Вот это было. Люди стесняются, женщины стесняются в этом признаваться. И ты знаешь, сейчас до меня даже доходит, что мои очень близкие друзья, которых я очень уважаю или даже уважала, живут в этом кошмаре. И я даже не знаю, как мне вмешаться в это. Это вот человек, который рядом, я его знаю, я ее знаю. И мне очень жаль, что они живут, а в том же Инстаграме это счастливая семейная пара. К сожалению, это так. И когда ты говоришь, почему ты это терпишь, женщина говорит, а куда мне деваться? Мама мне сказала, терпи, ты ушла в эту семью, ты терпи до последнего. Потерпи до каких пор? Пока тебя убьют там или что? Или тебя искалечат, и ты будешь инвалидом? У меня дети, мама сказала, что обратно не приходи, и мне просто идти некуда. Это опять же у нас не работают правильно кризисные центры. В той же Европе женщинам есть куда идти. Женщина защищена законом и государством. Им есть куда идти. И им говорят, что у вас есть будущее. Вы не должны жить с этим человеком. Сегодня этим местом, наверное, местом спасения стал Инстаграм. Как показывает жизнь, да, это происходит уже когда женщина на грани, или уже когда произошел несчастный случай, да, как была суббатка Лугожаровой, да, когда она, оказывается, с сентября по декабрь кричала, просила о помощи, она тегала и тебя, и меня. Мы, представляешь, мы даже это не заметили. И когда она уже окончила жизнь самоубийством, и остались двое детей без мамы, она об этом кричала, но это уже было поздно, да. Знаешь, сколько меня тегают каждый день? И ты не можешь просто всем помочь. Я говорю, что это общее... То есть нужен закон? Конечно, он необходим. Я думаю, что первые показательные там 100 человек, да, которые возьмут на себя вот это наказание, и об этом будут все говорить, другой подумает, нафига мне это надо? Его посадили на 5 лет, его посадили на 7 лет строгого режима. Нафига мне это надо? Мне легче не бить свою жену. Среди знакомых, да? Мне легче ее не обижать, даже среди знакомых, да. Поэтому я думаю, что этот закон просто необходим, просто необходим. Об этом надо говорить, говорить, кричать, снимать фильмы, снимать передачи, давать интервью. Но в МВД, я слышала, говорили о том, что есть риск того, что женщины начнут этим злоупотреблять. То есть начнут шантажировать своих мужей, да, там отбирают у них имущество или еще что-то. Но количество смертей, которые мы видим, да, и статистика не уменьшается, и глава государства об этом говорит. К сожалению, пока закон еще не принят. Я тоже очень надеюсь, что эту статью криминализируют. К чему готовиться, когда мы идем на этот фильм? Знаешь, кто-то из великих режиссеров, по-моему, Красава сказал, что если фильм вызывает эмоции, плохие или хорошие, это значит хороший фильм, значит, фильм удался. Я хочу сказать, что этот фильм вызывает эмоции всех. Эти эмоции будут касаться всех, кто будет в зале. Я видела эмоции в разных странах, когда была на кинофестивалях. И когда в Берлине мы получили главную награду, ты знаешь, там 20 тысяч человек посмотрело этот фильм, и почти 18 проголосовали за наш фильм. То есть мы забрали главный приз зрительских симпатий. Это очень большая награда. И ты знаешь, когда я слышала вот эти эмоции в зале, непередаваемые эмоции в зале, это, конечно, дорогого стоит. Никто не вышел из зала, никто не сказал, что это за порнуха, что это за дерьмо. Все сказали, что это высокое искусство, прежде всего. Поэтому, собственно, мы и забирали все эти призы. И в Москве на Тарковского Оскар получил как лучший режиссер. И в Испании наш Аль-Хужа получил приз за лучшую мужскую роль. И таких наград 9. И он еще дальше катается по кинофестивалю. Поэтому мне, я, конечно, готова на разного рода эмоции и на разного рода высказывания по этому поводу. Я вам скажу, я давно еще говорила, что, возможно, казахстанский зритель еще не готов увидеть правду. Но это правда. Ее никуда, никуда, ни в какую дыру не запихаешь, не засунешь. Ничего не придумано. Это абсолютно реальная история, реальность семьи. Это реальный прообраз всех женщин, которые подвергаются. И там, знаешь, Динара, там нет такого, вот она хорошая, няшка такая, прекрасная, а вот он только плохой. Это абсолютная обычная семья недолюбленной женщины в ее же семье. Она также недолюбила свою дочь, которая точно так же вышла замуж за такого же идиота, которого тоже недолюбили, недовоспитали, и не сказали, что женщину надо любить, уважать, потому что его отец тоже не уважал, не любил свою мать или свою жену. Это же вот она, это как маховик, понимаешь? Это как маховик. Это все от нашей бескультуры любить и признавать. Это все от того, что мы не умеем общаться с мужчиной, а мужчина с женщиной. Это нужно на общеобразовательной основе, понимаешь, делать, как это делается в цивилизованных странах. Там говорят, что девочка – это вот это, что у девочки есть вот это и вот это, и это служит вот для этого, а у мальчика есть вот это, это служит вот для того, чтобы вот так вот было. И для них нет ничего удивительного. Они все знают, уже будучи вот такими маленькими детишками. Сейчас меня начнут ругать, что у них там узаконено разные все гендеры, понимаешь? Да, да. Но это не говорит о том, что девочка не должна знать суть мальчика. Почему, собственно, вот эти ранние аборты и смерти, да, 13-летних, 15-летних? Потому что нас этому не учили. И я не знаю, когда это превратится уже в культуру. Когда начнут говорить, что девочка ни в коем случае, что это мать детей, что это основа твоей семьи, твоего благополучия, что счастливая мать, счастливая мать, счастливый ребенок. Когда это начнут говорить в школах и в детских садах, может быть, тогда мы спасем наше общество в целом. Давай поговорим о съемках, да. Съемки проходили в Балхаше. Почему именно Балхаш? Вы искали самый артхаусный город в нашей стране? Да, мы искали город. Оскар сказал, что я хочу, чтобы было замерзшее озеро, замерзшее озеро, замерзший какой-то водоем. Я говорю, почему замерзший? Потому что он стоит, он безжизненный. Вот женщина выглядывает в окно, вот ее жизнь безжизненна, и вот вид с окна тоже безжизненный. Это такой художественный ход режиссерский, и это очень сильно влияет на психологию зрителя. Он не понимает, что это замерзшее озеро, но это давит, там все стоит. То есть это такая аллегория, да? Да, абсолютно аллегория. И когда зритель будет наблюдать вот это стоячее, все ничего не двигается, нет машин, нет постоянно света, и это тоже реалии нашей сегодняшней жизни в маленьких городах. То есть мы там ничего не придумывали. То нет воды, то нет света. И мы снимали на седьмой... Как вам нужно было по сценарию, так все и было? Нам нужно было, мы ничего не придумали, понимаешь, Динара? Мы ничего не придумали, все как есть. Все как есть. Квартира жилая, мы ее сняли. Лифт, который не работал, и мы каждый день поднимались на седьмой этаж. Подъезды, который не отапливался, был дикий холод, мы снимали в феврале, мы так замерзли все, это было ужасно холодно. Но это было настолько натурально, да? И вот этот лифт, который вот закрыт, понимаешь, я как-то показала это в сторис, и сказала, ребят, ну, помогите, мы тут носим аппаратуру каждый день, тут не отапливается, здесь холодно. Жители говорят, что этот лифт никогда не работал. Мы здесь 20 лет живем, он никогда не работал. И отопления никогда не было. Ну, и меня попросили, так очень в культурной форме, не показывать всех реалий. Местный акимат? Ну, зачем мне сейчас об этом говорить, да? Это про то, что мы хотим казаться. Вот если правительство поедет туда, в Балхаш, да, то там быстренько все почистят, все погладят, дороги починят, все дома с этой стороны, значит, фасад сделают, а там, простите, как хотите. И вот в этих дворах, когда мы ходили, нет асфальта, нет эти трубы, которые торчат наружу. Это наши реалии, и мы в этом живем. И мы все эти 30 лет говорили, как все прекрасно в Астане, да? Вот, пожалуйста, как все прекрасно, действительно в Астане прекрасно. А во всех остальных городах, простите, там не люди живут. Так и есть. Поэтому я сейчас верю в политику нового президента, я действительно в нее верю. Я действительно хочу внести свою лепту в новый Казахстан, потому что я всегда хотела жить в продвинутом, цивилизованном государстве. И этот фильм, это про то, это моя лепта, это моя миссия, про то, чтобы мы, наши женщины, были прежде всего цивилизованными. Мне кажется, что ты с этим фильмом, все-таки это другое кино, ты сама как продюсер выросла. Конечно, определенно. У меня, в общем, такая достаточно богатая фильмография. Я спродюсировала более 20 фильмов и сериалов. И если фильмы в основном были легкие, комедийные, либо мелодрамы, то в сериалах мы наснимали огромное количество. Это были и трагедии, и драмы, и криминальные драмы. То есть хороший такой бэкграунд, где я, в общем-то, понимала, что я, наконец, готова. Как-то мне задали вопрос, почему вы не снимаете авторское кино. Я сказала, знаете, снимать авторское кино – это большая роскошь. Это действительно большая роскошь. Это когда у тебя есть лишние деньги, и ты творчески, в общем-то, уже готов, да? А почему нет? И эта авторская картина – это картина, на которую тебе никогда не дадут денег. Это чисто твои деньги. Вот просто возьми с кошелька и поставь всё на искусство, да, кино. Вот, собственно, так и было. И ты знаешь, я действительно выросла как продюсер. Я уже была в прокате много раз, я уже заработала или провалилась, или заработала. То есть я всё это уже прошла, всё уже прошла. И, конечно, мне как продюсеру было уже скучновато, скажем так, да? И когда я подумала, а почему бы не попасть в Канны, а почему бы не попасть в Берлин? Ну, то есть в мире есть три кинофестиваля класса А. Это самое топ за топ, да? Это Берлин, это Канны, это Венеция. Это вот ровно три кинофестиваля класса А. То есть выше и круче ничего не бывает. И когда я пришла к Аскару и сказала, «Аскар, я хочу спродюсировать авторское кино, и кроме вот этих трёх городов и трёх кинофестивалей я вообще ничего не хочу рассматривать». Он говорит, «Берлин, Канны, Венеция?» Я говорю, «Да, так и есть». Он говорит, «Ну, Баян, я тоже в первый раз иду в авторское кино, как, собственно, и ты». Я сказала, «Аскар, давай, вот прошло ровно 10 лет, как мы сняли фильм «Клашик журек», где мы с тобой заработали миллион долларов. Прошло ровно 10 лет, давай вот обнулим. Это была самая-самая-самая наша с тобой крутая картина, где мы заявили о том, что коммерческое кино – это возможно, что частное кино – это возможно. Мы были практически первопроходцами. Он говорит, «Слушай, в конце-то ноль, в конце ноль». И ровно через 10 лет я сказала, «Аскар, давай настроимся только на вот это, только на хай, только на топ». Он говорит, «Ну, ты веришь?» Я говорю, «Я не верю, я уверена в этом». Я так и сказала. И когда мы попадаем в Берлин, в секцию «Панорама», это сразу, секция «Панорама» идет сразу после основного конкурса. Мы не можем попасть в основной конкурс, потому что у нас нет международных наград. То есть там есть своя градация. Сейчас мы можем уже в основной конкурс попасть. И мы сразу попадаем в «Панораму». Это более чем круто для дебютантов. Это более чем круто. И я воспринимаю эту информацию как «Это моя вера». Это то, что дает тебе вот эта твоя энергия. И плюс то, что тебя сзади поддерживает. Это твое мастерство. Это твой профессионализм. Так что то, что мы попали туда, это, наверное, уже, на мой взгляд, закономерность. То есть степ-бай-степ. Мне для этого понадобилось, ну, фактически 20 лет. Недавно у меня было интервью с Тимуром Балу, где он мне задает вопрос, почему я так рано записала с тобой интервью. Я видел, насколько это на тот момент стало, она стала другим человеком. Просто. И более того, она была психологически и психически травмирована тогда. То есть, ну, какие-то вещи она говорила. Я думаю, она даже сейчас не помнит, что она их говорила. В этот момент вы берете у нее интервью об этом ужасном происшествии. Ну, я бы, наверное, сказала бы, что я до сих пор нахожусь в депрессии. Потому что у меня одолевают страхи, фобии. Я боюсь, ну, я не знаю, любого мужчину, который подходит ко мне ближе, чем на 5 метров. И вы ее подруга в то же самое время. Не нужно ли было ее оставить тогда, восстановиться? Я считаю, что мы не рано записали. Мы записали ровно. Он, наверное, хотел быть первым. Да, возможно. Но мы сделали то, что мы сделали. И тогда ты как раз заявила о том, что ты займешься этим вопросом. И занялась ты им гораздо позже. Почему? Динар, знаешь, когда я давала это интервью, я тебе хочу сказать, что я тогда, в тот момент, собрала, наверное, остатки вообще своих мыслей, остатки, я не знаю, какого-то адеквата психологического для того, чтобы дать тебе это интервью. Потому что я была в полном неадеквате. В полном. Я вообще не понимала, что я говорила и что меня ждет впереди. Я не знала, что меня ждет впереди. А впереди меня ждали годы. Годы восстановления. Годы. Не хочу углубляться в эту тему. Мне было очень тяжело. Мне было более чем тяжело. Дальше меня ждали еще большие проблемы. То есть это как вот закрутилось вот просто одно за другое, одно за другое. И мне было так плохо, что мне не то, что до кого-то, мне до себя было трудно добраться. Я говорю, когда я стала задаваться вопросом, вернемся к началу нашего интервью, это как раз тогда, когда я пришла в себя, когда я, скажем, более или менее пришла в себя. Когда ты вот полноценно почувствовала, что ты все, ты пришла в себя, и ты собрала, ты снова та баян. Ну, я не прежняя баян, я никогда не вернусь в прежнюю баян. Я и не хочу возвращаться в прежнюю баян. Я думаю, что мне для этого понадобилось пять лет. Пять лет. Я думаю, что вот сейчас я занимаюсь творчеством, я спродюсировала фильм вот этот «Бахыт», да, я наконец добралась до своей группы «Кешью», да, которой я не занималась шесть лет. Вообще, я не занималась своим основным бизнесом. Ну, они молодцы, они как-то существовали все равно. Это, понимаешь, это вот тот поезд, который был построен 10 лет тогда было им на тот момент. И вот за эти 10 лет бренд просто работал, и уже все настолько было поставлено, и я шесть лет не прикасалась к «Кешью», и они работали и приносили деньги, понимаешь? И если я не обращала внимания на свой основной бизнес, который приносил мне, не побоюсь этого слова, миллионы долларов, я бросила его. Мне не нужен был этот. То это о чем же, о чем говорит? О том, что мне было вообще ни до чего. И я думаю, что вот год-два, как я могу сказать, что да, да, я в абсолютном адеквате, да, мне интересно все, я хочу заниматься творчеством, я хочу жить полноценной жизнью, я устала от больниц, от операций, я больше не хочу ничего в себе менять, я принимаю себя такую, какая я сейчас есть. Наверное, только сейчас я могу это сказать. Что тебе тогда помогло собраться, да, восстановиться? Физически, ментально, морально, потому что женщины, которые сталкиваются с домашним насилием, и у нас и наша подруга тоже, да, сталкивалась с этим. Не одна. Не одна, да. Ей на самом деле в этот момент нужна помощь. Ты знаешь, Динара, вот я же сказала, что когда я давала тебе интервью, я даже не понимала, что меня дальше ожидает. Ты знаешь, это вот как одно за другое зацепилось, я потеряла свой бизнес, у меня не было работы, у меня не было ни одного заказа, у моего мужа было около 19 судов, суд через суд, суд на суд, на меня подали в суд дважды. Я потеряла практически все, да, вот я даже не знаю, что может быть хуже, да, то есть ты нездорова, ты еле-еле передвигаешься, ты весишь 42 килограмма, у тебя проблемы на работе, у тебя проблемы в семье, у тебя проблемы везде, на тебя давит общество, да, ты помнишь, у меня любимая фраза, новость живет три дня, новость обсуждают любую три дня, мою новость обсуждали три года, ровным счетом, то есть ты открываешь паблик, баян такая, баян сякая, ты плохая, ты эдакая, ты так сделала, ты так не сделала, тебе и так плохо, ты и так нездорова, у тебя и так, у тебя отняли все, у тебя отняли красоту, у тебя отняли здоровье, у тебя отняли работу, я пришла на работу, нет работы, кешь ее разобрали, одна ушла к одному замуж, другая ушла к другому замуж, у тебя нет ничего, у тебя нет денег, ты приходишь на канал, дайте мне работу, работы нет, то есть был такой, знаешь, абьюз общества в мой адрес, с тобой, со мной фактически не здоровались даже представители шоу-бизнеса, То есть как будто я совершила какое-то страшнейшее преступление века. То есть тебя и так булят, да, кругом. Ладно, я такой крепкий орешек, меня булили и в садике, и в школе, и в институте. То есть со мной просто не разговаривали. Там была другая причина, я была самая яркая, самая красивая, самая талантливая. Всегда было меня много, и меня, собственно, как-то уже, я просто привыкла к этому. Потом меня булили преподаватели в университете, меня всё время отчисляли, потому что я вот такая яркая студентка в театральном институте. Потом в Казгу меня отчислили, потому что какая-то преподавательца не понравилась, что у меня слишком длинные ресницы, и только за это меня отчислили. То есть это как уже анекдот из моей жизни, да. И тут всеобщий буллинг, понимаешь, тебя перестали приглашать на то, и как раньше, на дни рождения. То есть сначала ты была вот такая вот баян, такая вот знаменитая, а тут ты такая баян на 10 килограмм ниже, ой, меньше ты такая, у тебя один глаз открывается, другой не закрывается, ты уже не так хороша, ты уже, ну, ты понимаешь, да? То есть ты совершила страшнейшее преступление. И все сети хаят тебя, ты лишаешься бизнеса, да, ты, ну, ты лишаешься всего, тебя выгоняют из квартиры, приходят судебные исполнители, говорят, покиньте квартиру, у тебя отбирают машину, потом вторую машину, понимаешь, потому что она записана там на какую-то компанию, и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, да? Тут ребенок из Америки звонит, оплати мне учебу, потом тебе надо выйти замуж, тут младший ребенок, переходный возраст, понимаешь, тут у тебя любимый мужчина, у которого отбирают бизнес, понимаешь, и у тебя суды, и ты живешь в этом кошмаре. Я жила в этом кошмаре. И я ложилась ночью спать с мыслью, почему я тогда не умерла, почему, почему я должна все это выносить, сколько у меня еще должно быть сил, чтобы все это вынести, открываешь Фейсбук, ты там самая плохая, ты сама знаешь. И ты понимаешь, что если ты сейчас не соберешься, если ты сейчас не приведешь себя в порядок, если ты сейчас закроешь шторы, начнешь просто пить вино, потому что ты забываешься, у тебя дети, это первое, у тебя твой любимый человек, который ради тебя пошел на эти жертвы, тоже. Мы остались вдвоем с этой проблемой. У тебя родители, пенсионеры, у тебя компания, которая тебя ждет верно и сидит без работы, вот как твои ребята, да, они все ждали меня. У тебя артисты, которые просто ушли от тебя плюсом. Сказали, Баян, вы сейчас не можете? А мы тоже не можем ждать. И так многие, меня многие артисты бросили именно в этот момент. Это было очень больно. И я все это сглатывала, 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 проглатывала. И поверь мне, меня спасла любовь. Это как бы банально не звучало, меня спасла любовь. Мне Турсен всегда говорил, мы хотели быть вместе, мы вместе, это главное. Мы все выстоим, мы все вынесем. Верь в меня, он мне говорил. Я все сделаю, только верь. Да, сейчас тяжело. Да, сейчас я не могу. Верь в меня. И я реально, как вот эта женщина, которая верит в своего мужчину, да, я смотрела на него и говорила, у тебя все получится. Я верю в себя. Да, сейчас тяжело. Да. Я приходила домой и видела любящие глаза своих родителей. Они говорили, Баян, как бы просто покушай, там еще что-то. Они не жалели меня. Они не говорили, как нам тебя жалко, вот все это пройдет. Они просто меня любили. И это, конечно, мои дети, это моя сила. Я родила двух умнейших людей на этой планете для меня, потому что, когда мне было совсем плохо, я и шла к ним. Я не хотела затрагивать эту тему, но я не могу промолчать. Недавно ты потеряла отца. Твой папа для тебя был, ну, наверное, самым главным мужчиной, да, в твоей жизни. И это человек, который тебя просто поддерживал во всем. И это человек, который, по сути, заразил тебя творчеством, да, потому что он был величайшим звукорежиссером, человеком, который записывал там первые пластинки Дос Мукасана, Розу Багланову, ну, наших известных, да, мэтров. Ты успела с ним попрощаться? Он был? Потому что я помню, я помню, вы буквально в декабре, по-моему, да, куда-то ездили на какую-то зону отдыха. В октябре мы ездили всей семьей. Папа, мама, я, Турсен и Аярушка. А Баголя еще ездила, да, сестренка моя, муж ее. Да, мы всей семьей ездили. Ты знаешь, невозможно попрощаться с человеком, особенно, если это твой близкий. Ты никогда не насладишься общением или тем, что ты его дочь. Это закон жизни. Я думаю над этим сейчас практически каждый день и успокаиваю себя тем, что мой папа старший в семье и что это цикл жизни, что так должно быть, что он прожил жизнь. И первый вопрос, конечно, он такой, стыдно ли тебе, что ты недостаточно любил отца или недостаточно уважал его, или, может быть, ты обидел его. И первый вопрос, который я себе стала задавать, что я не сделала для своего отца? Все, что было в моих силах, я сделала, как дочь. Зачем ты задумываешься просто? Он действительно был... Ты знаешь, я счастливый человек, очень счастливый человек. Ну, многие же мы... Ну, многие женщины имеют обиду на родителей, на матч, на отца. А я очень счастливый человек и я хотела бы поблагодарить за то, что он был для меня примером, прежде всего. Ты знаешь, он мне никогда не говорил, ты это правильно сделал или ты это неправильно сделала. Он просто сам так никогда не делал. И я смотрела на него, и мне каждый раз было вопрос, вообще, я достойна тебя, вообще, я достойна быть твоей дочерью? Потому что, ну, как тебе сказать? Бывает же человек, у которого нет пятен. Вот это про него. Он умный, талантливый, порядочный и интеллигентнейший. Ты знаешь, я никогда не слышала от папы, чтобы из его уст вылетело плохое слово. Ты можешь себе это представить? Никогда. Никогда. Ни на кого. Самое ругательное слово было собака. Это было самое ругательное слово. Причем, живя с собакой. Да, вот с собакой. Это было самое плохое. Плохой человек – это собака. И ты знаешь, у него был такой масштабный ум. Он писал книги, писал песни, писал стихи. Занимался историей и так глубоко. Я просто думаю, господи, я всего лишь его кусочек, его вселенная. Я всегда говорила, что у него не голова, а вселенная. Там вселенная была помещена. И я думаю, господи, спасибо тебе большое, что я кусочек вот этой вселенной. Просто маленький, маленький пыльный кусочек своего отца. И сейчас, ты знаешь, у меня в сумке очки, которые он мне подарил. Не подарил? Старый, старый. Как называется этот для очков? Цутляр. И мы были в Турции, когда у него зрение чуть-чуть ухудшилось. У меня полтора, и у него был полтора. И он говорит, купите мне новые очки. А у него такие очки были, такие маленькие. Я говорю, слушай, отдай мне свои очки. И я просто их взяла, думаю, до Алматы доеду, выкину и куплю себе очки. И сейчас я эти очки, знаешь, они везде со мной, вот этот старый, потертый этот его футляр и его очки. И я вот этот футляр целую. И эти очки одеваю, думаю, ну вот, что папа одевал эти очки. И я... Знаешь, нас мама научила уважать отца. Это вот про уважение, про наше начало, да, я очень уважаю мужчин и всегда, ну, признаю их силу. И вот это касалось всегда моего отца, прежде всего. Я никогда, знаешь, даже еду не брала, пока он не прикоснется. Ну, мы так приучены. Пока он не сядет за стол, мы все сидим, и он там еще шутил, типа, не ходил, он типа, ждете меня. И вот, когда говорят, что твой отец, это как, ну вот, как человек, который ты всегда будешь ставить в пример, всегда всем. я начала искать свои посты, которые я посвящала отцу, и там везде было написано, это вселенная, это человек, о котором даже подумать плохо нельзя. это мой отец. И, конечно, сейчас очень мало времени прошло, я думаю, что больше всех страдает мама, больше всех страдает мама. Ну, понимаешь, они 50, ну, почти 60 лет вместе прожили. Это как, она говорит, мне как душу вырвали. И я прихожу домой, и я делаю вид, что у меня все хорошо, что, мам, как дела? Я такая веселая, пошли в кино сходим. Я вот это все пересиливаю, пересиливаю, пересиливаю. А ведь можно просто сесть и плакать? Нет. Я не могу, потому что маме и так плохо. И мы сейчас всей семьей вот над мамой, вот мама, мамой, вот что бы придумать, какую бы программу маме придумать. Теперь мама стала 10 раз чаще ходить в кино, в 10 раз чаще стала ходить в театр, в баню. Теперь мы хотим куда-нибудь ее отвезти. Я понимаю, что это все просто временное настроение. И я понимаю, что тяжелее всех, конечно, маме. И я недавно маме сказала, мам, хватит, хватит плакать. Ты мне тоже, говорю, тяжело, мне тоже тяжело. Ты потеряла мужа, я потеряла отца. Это равноценно, наверное. Я сейчас своим детям говорю, всегда выбирайте мужа, всегда выбирайте мужа, а не детей. Потому что в итоге, вот кто самый родной человек. И наши женщины всегда говорят, я ради детей вот на это пошла, я ради детей вот на это пошла. А я бы хотела сказать, что мужа надо ценить, мужа надо любить. И если ты даешь ему вот этот свет, вот эту любовь, то и ты обратно это получаешь. Ведь вот эти все жертвы, о которых мы сегодня говорим, это же про то, что они тоже не делятся теплотой, светом, любовью. И, собственно, получают это в обратную сторону. Поэтому любовь — это про желание взаимное. Любовь — это про умение делиться. Умение делиться всем. Всей своей наполненностью изнутри. Поэтому если ты наполнена вот этой злобой, вот этой завистью, то ты, собственно, и не можешь дать это. Ни мужу, ни детям. А вот с моими родителями, конечно, это другое дело. Я, конечно, благодарна Богу, он мне очень многое дал. Тебе очень повезло с родителями. Мне очень повезло. Я говорю спасибо Всевышнему. Я, конечно, выросла в хорошей семье. Но чтобы получить такую сильную девочку, как ты, я думаю, здесь очень важно иметь хороший фундамент. Генетика. Генетика, да. Это очень важно. Папа мне еще передал свои гены. Сильные. Творчество. Мне нравится, что он заразил тебя творчеством. Маян, спасибо тебе большое за откровенное интервью. Я знаю, что ты сейчас не даешь интервью. Странно, что ты не идешь в депутаты, потому что половина Казахстана идут либо в Можилис, либо в Маслехат. Но тебе это не интересно, да? Хотя я знаю, что твоя мама всю жизнь мечтала, чтобы ты была депутатом. Моя мама всю жизнь мечтала, чтобы я была депутатом. Она всегда мне говорила, Баян, я мечтаю, что ты станешь депутатом. Ее не волнует вот то, что я чего-то добилась в жизни, что там вот такие были и аплодисменты, и наоборот, когда меня грязь топтали. И девять наград. То есть я через все прошла, но маме, как настоящей деве, нужно что-то материальное. Ей нужно кресло. Значок депутатский. Значок депутатский. И ты знаешь, знаешь, что я заметила? Вот молитвы мамы и ее мечты, они всегда исполняются. Она всегда говорила, вот я хочу, чтобы Багым была доктором наук. Я хочу, чтобы она была там преподавателем, проректором, ректором. А собственно, так и случилось. Она стала доктором и проректором. Ей это очень нравится, что у нее кресло, отдельный кабинет, а у Баян нет отдельного кабинета и кресла. Но ты знаешь, что молитвы мамы и мечты мамы всегда сбываются. Ну, может быть, просто не в этот раз. Не говорю нет, Динар, и тебе не советую. Почему нет? Не говори нет, да. Ну, ты говоришь, почему ты не идешь в депутаты. Я просто не говорю да, но я и не сказала нет. Может быть, просто не в этот раз. Next time. Да, next time. Друзья мои, в депутаты Баян не идет, но в кино мы все с вами обязаны сходить, потому что мы должны внести каждый свой вклад в развитие нашего общества, для того, чтобы устранить эту проблему раз и навсегда. И пусть это будет 2000 тенге стоимость билета в кино, но это будет наш вклад. Баян, тебе спасибо большое за то, что ты не забыла про свое обещание и исполнила его. И помимо этого еще получилось 9 наград. И я очень надеюсь, что этот фильм все-таки покажут на госканалах. Сегодня у нас была в гостях Баяна Лагузова. Баянечка, спасибо тебе большое, я тебя люблю. Тебе спасибо, я тоже люблю. Спасибо. Спасибо.